В торговом ряду подсолнечных и растительных масел продукция под марка сделана в Казахстане и российский товар. Улбике Балтабаева торгует на базаре четвертый год. За годы работы женщина неплохо изучила конъюнктуру местного рынка и сегодня с уверенностью говорит, что времена, когда цены держались несколько месяцев подряд, давно прошли. Стоимость товара сегодня регулирует сам рынок. Так, цены. Цена на сахар-песок в прошлом месяце пошли резко вниз, а в этом снова выросли. Что касается цен на подсолнечное растительное масло, продавцы отмечают, что сегодня разницы в ценовой политике важного продукта двух соседних государств нет. Петилитровые шедевры получаем по 1950 тенге, продаем по 2000 тенге. Лето тоже дорогое. Из местных продаем только доню. Цена такая же. Если честно, горожане предпочитают российское масло. Они объясняют это тем, что оно не пенится. А цена одинакова, поэтому выбор за покупателями. А так, сами видите, торговля плохо идет, людей нет. Если покупают, то понемногу. Кризис чувствуется. Да и тягаться с крупными супермаркетами стало очень сложно. Действительно, в очередь за товаром на базаре никто не выстраивается. Людей здесь раз-два и обчелся. Особый режим экономии включили пенсионеры. Пожилые шимкенцы сегодня вешают не в килограммах и литрах, а в граммах и миллилитрах. На такую пенсию особо не разгуляешься, жалуются горожане. И доню беру, и россиянку не беру, потому что наша казахстанская лучше. Очень трудно стало жить. Марку масла не выбираю, что подешевле, то и покупаю. Пенсии ни на что не хватает. Работы у детей нет. Вот приходится помогать им. Даже проезд подорожал. Раньше приезжала сюда торговать за 30 тенге, а сейчас нужно 70 заплатить. Все дорожает. Продавцы предполагают, что цены на базарах после сбора нового урожая, зерновых и масленичных культур будут ниже. Аграрии говорят о небывалом в этом году урожае. А пока придется затянуть пояса и покупать продукты на оптовке. Цены там на то же подсолнечное масло на 50-100 тенге ниже.